привет я иду тут на работу и это просто очень холодно сегодня 1 августа везде вроде бы как бы лет а у нас блин толпы весна от раннего весна в городе франциско вечно весны вообще на улице 14 градусов влажность 94 процента туманы и посмотрите на счастливое лицо время 7 30 утра пиздяка на работу такой вот это даже не понять даже не почувствовать потому что самом деле идешь а в голове этого я ебкатла ну блядь за что блядь ну за что потому что приехала я в калифорнию и приехала я как бы я думала я приеду в майами я же думала я буду в кальфорнии жить а тут ты идешь и так как чутик и моя шея постоянно постоянно зажатая мне постоянно злобит постоянно холодно мне просто очень плохо в этом городе я не хочу так жить я уже просто даже очки вот мелкую мелкую капельку это просто влажность но самое ужасное самое худшее ждет меня сейчас потому что мы сейчас выходим на такую улицу которая идет как бы перпендикулярно к океану и там вот океан океан там и когда на самом деле что я с работы возвращаюсь по этой улице я так иду я вот так вот бегу постоянно вот так бегу и на мне всегда кожаные сапоги на меня всегда либо теплые носки либо зимние колготки да да тем самым если чесать зимние колготки которые мы носили в школу потом это штаны уроки рабочие всегда какая-то футболка и сверху свитер пиджак и потом еще какая-то куртка либо джетсовка либо кожанка и вот это вот на самом деле наше лето в сан-франциско ты идешь это бежишь с этой остановки это просто как марш-бросок марш-бросок это воспитание в голове на самом деле только одно ну блять быстрее вы домой добежат ну блять ну за что или кричишь запись это пиздец ну это просто несправедливо такой красивый город такой чудесный город он такой великолепный ну почему так холодно но это на самом деле сан-франциско идет только где-то сентябре в октябре я слышала что в это время просто поменяется течение в океане какой-то там гольф-стрим гольф-стрим но очень поменяется все течение и туман придут будет уже очень холодно и как бы тепло даже можно сказать жарко вот вот такая вот серость вот такой вот серый город и такой вот холод а вот сейчас кстати я приеду в даму-таун и там будет солнышко я в специально кстати сниму солнышко я специально покажу как разгладиться буквально морщины как буквально я буду светиться по части когда энергичные веселые жизни будет не такая мрачная какая ужасная в принципе так то все хорошо но потом я опять возвращаюсь в этот и вот и солнечной погодой центре города да где финансовый район да фанэйшл дистрикт да он там снова возвращаешься сюда снова мрачно и снова гудит голова и снова сжимаются сосуды сжимаются мозги это просто ужас какой-то вот это вот так как пинг-понг расширять сосуды сужать сосуды вот это вот бегаешь оба лея я пропустила свой трамваи ба-ба-ба-бали ночной с вами тут пиздела боя сейчас снова ждать его 11 минут да отпустила метро свою надо пока ладно прошла через дорогу давайте пока вот наш даунтаун вот такое солнце как я вам обещала сейчас уже плюс 17 все на самом деле входит здесь палочка всем хорошо на самом деле да жарко так стоять я уже активная бодрая веселая бегаю работаю проснулась не то что тот холод который я вам показывала утром да смотрите привет и вот я опять вернусь домой наш в район опять я иду домой у меня все очки уже в мелких-мелких-мелких капельках потому что влажность почти 100 процентов иду домой уже вставшую уже 5 вечера опять у нас холод я уже показывала как тепло и классно в даунтауне на самом деле было дни 17 вербусов и 18 а здесь наверно опять снова где-то 12-13 вот я иду домой сходила в наш трамвяк интересную штучку нашла такой комбинезончик розового цвета такого пудрового цвета вот такое холода как холода иду домой мечтаю смыть косметику мечтаю умыться и просто лечь пролечь под одеялко отдохнуть до 15-20 минут отлежаться потому что было конечно очень много людей много клиентов конечно я очень устаю работать с людьми напряженная работа так много отдаешься даешь энергию свою но ритейл есть ритейл все равно все же переходим к робу правильно смотрим влево направо и все равно без ритейла все равно не могу все равно это как наркотик все равно это засасывает очень сильно множествами увидела свою старую коллегу с которой работала в мессисе это просто неожиданная встреча вообще на самом деле классно так встречаться с людьми на улице а еще пока шла в множественном этаже увидела своего бывшую коллегу мальчика оставили у нас в компании для него не нашлось места он очень расстроен конечно но ничего он хотел что-нибудь новенькое он такой активный пазантный такой умеет себя преподнести и показать я думаю что все у него будет хорошо ой я уже вижу на самом деле очень плохо потому что у меня уже очки все просто в мелких-мелких-мелких капликах вот туда мою попью сейчас теплого чеку согреюсь в душ наверное надо сходить надо смыть всю плохую энергию самом деле когда я устаю на работе очень сильно когда устаю я иду в душ и душ я направляю на затылок на часть затылка и шею этим самым вода смывает всю плохую энергетику смывается плохие эмоции смывать энергетику вот этих людей очень много было туристов приходили ко мне мои любимые клиенты они уже не знают две женщины из грузии много говорили про грузинскую кухню все классно побелотали то же время как бы не было тяжело на самом деле очень много хороших позитивных людей наши вендоры с ними классно всегда общаться классно общаться всегда с менеджерами потому что они так интеллектуально развиты если можно судить разные темы сегодня обсуждали фильм пианист про нацистские концлагеря про латвию про ригу рассказала сказала как мой муж как его мама попала в ригу потому что их немцы согнали самом деле многие американцы интересуются истории интересуются всем что происходило раньше и про вторую мировую войну и так далее самом деле не думайте что американцы тупые самое главное найти интересных собеседников и семьей что обсудить на самом деле это очень интересно потом сегодня с вендором с моим любимым он работает на компанию nest сегодня обсуждали фильм game of the thrones мы начали смотреть с мужем этот сериал и мы на втором сезоне на четвертой или на пятой серии то есть он мне рассказывал кто есть кто как там что да как вот и рассказывали мы то есть мы сошлись на той мысли что все королевства и все семьи между друг другом женились выдавали замуж дочерей сыновей чтобы были политические связи чтобы была выгода для торговли экономики военное дело опора поддержка военном деле ну и так далее так далее ну то есть я искала да конечно все намешано вся европа так намешан и ангелы и англия и германия и франция все перед через друг друга там все женились и русские тоже что наши екатерина ведь тоже из германии прилетела к нам и каждый каждый вот этот император или императрица приносили что-то в нашу страну рассказала про екатерину и про петра петра 1 то есть на самом деле мы болтаем многие темы и про политику и про истории вот я уже домой пришла пойду в душ давайте пока пока